Ча-ча, мои дорогие! У меня сегодня будет домашний такой блог. Не то, что... Даже блога, наверное, не будет. Я сейчас просто собираюсь утеплять корзинки наших котиков. И, в общем, сейчас я вам покажу, как я собираюсь утеплять. Смотрите. Так, начнём с первой корзины. Вот эту тряпку я уберу. Она не будет как подстилка. Сейчас я вытрощу, что там мусор какой-то. А, шарик, с которым они играются. Вот. И, смотрите, вот эту тряпку я не буду использовать как подстилку. А это моя рубаха, короче. Рубаха. А эту тряпку я вот сделаю вот так вот. Сделаю как бы половину, как бы крышу. Вот. Видите? Вот так вот сделаю, чтобы у них было... Чтобы они были как бы под крышей. И здесь будет у меня другая подстилка. Я уже знаю, какая. Я нашла вчера в своём гардеробе старом. Вот. Отличную. Покажу потом, как. Мне самое главное сейчас сделать как крышу. Вот. Вот. Приготовила корзину, приготовила тряпку. Сейчас её порежу как надо, чтобы мне вот эта кофта хватило на две корзины. Потому что котята, котики, они же любят как бы прятаться. Они любят внутри находиться где-то, знаете. А тем более сейчас зима настает. И чтобы им теплее было. У них же там... Они же там эти корзинки находятся перед телевизором. А там за телевизором окно. И чтобы им не сильно дуло. Вот. Чтобы тепло было зимой. Сейчас утеплим корзинки. Вот моя шкатулка. Моя новая. Новый шкафчик. Ну шкафчик это. Ну да, шкатулка. Которую недавно я купила. Со всеми швейными принадлежностями. Так. Ножницы. Сейчас я порежу вот эту вот рубаху. И буду приступать. Приходит партизан. Сейчас мне надо закрыть эту шкатулку. Потому что они тут начнут бедлам делать. Потом уже корзинки. Вон радость наша тоже подбирается. Сейчас подбирается. Сейчас они мне дадут тут работать. И что? И что ты тут улёгся? Томас? Ну я надеюсь, ты мне не будешь мешать. Буду всё равно шить. Закрывать. Он ещё одна подбирается там. Ах, ухо зачесало. Ох, это ухо. Что такое? Что такое? Увидели. Увидели Арию. Что такое? Ох, подбирается, подбирается. Вот как я люблю за ними наблюдать. Слушайте, такие приколы, наверное, они бывают. Делают. Когда играют. Или что-то делают. Такие прикольные всё-таки. Ладно, мне работать надо. Ты мне не грызи. Я вам сейчас буду это утеплять. Всё это закрывать. Умник. Грызун. Смотрите, грызун. Не грызи. Лежи спокойно. Вот так вот. Вот. Послушный. Вредительница. Вредительница. Я тут работаю, а она тут вредительная. В общем, зафиксировала посередине. Зафиксировала с этой стороны. Вот. Сейчас зафиксирую с этой стороны. Натяну. Вот. Видите? И хорошо. Потом вот эти вот лишние тряпки, что вот здесь вот висит, висит. Вот так вот обрежу. Когда прошли вот так вот всё. Вот как здесь, видите? Делаю так. А потом уже там. Ну, по бокам буду. Сначала на этом натянуть. А потом уже там буду натягивать. Вот такой, как бы домик делаю. Довольная, а? Так, ну вот. Всё я прошила. Сейчас я буду обрезать тут лишнее. Коты вроде бы успокоились. Кто у вас тут рядом со мной лежит на кровати. А где мелкие, даже не знаю. Вообще никогда не думала, что я снова буду кошатницей. Ёлки-палки. Я до Италии не хотела иметь кошек. Представляете? Я когда жила на родине, уже говорила, когда жила на родине, после последнего кота, я сказала, больше у меня кошек никогда в жизни дома не будет. Не буду держать кошек, потому что у нас, когда был последний кот или котик, не помню кто там, в каком возрасте он был. И ему нравилось, а мы жили сейчас в доме с моей мамой покойной царства небесной. И ему нравилось в доме именно писать на полу. Хотя есть двор, выходи во двор. Нет, он всё равно дома где-то на ковре или где-то, где-то, где-то. И в общем я его отучила. Вроде как он не писал, не писал. И тут мы попали в больницу с Никитой маленьким. И пришла племянница моя посидеть с Никитой в больнице, а я должна была домой съездить, переодеться, помыться, взять какие-то новые вещи туда-сюда. И этот гадёныш, он написал прямо или накакал прямо на кресле, представляете? Вот пока меня дома нет. И он как раз получил волю. И всё, и мы от, не знаю, куда мы дели того кота, дали кому-то или, в общем, я, честно говоря, не помню, вообще не помню, сколько лет уже прошло. Вот. И всё, и я сказала, больше никогда в жизни у меня котов не будет. И тут я познакомилась с Рину, у которого в доме жили три кота, представляете? Это две кошки и один котик. Ну, и самое нормальное из всех этих котов была первая кошка, самая старая она, самая нормальная была и умерла своей смертью по старости. Остальные двое были с проблемами, с такими конкретными проблемами, что мама не горюй, я была тут как несчастная золушка постоянно. После этих котов всё убирала, всё мыла, всё драйла. Короче, ладно, не буду вспоминать. Я надеюсь, что с этими котиками... И снова у нас три кота. Охренеть, блин. Я надеюсь, что с этими котиками у нас не будет никаких таких именно серьёзных проблем, какие были с теми котами. Так. Ну всё, сейчас я... Лишнее не отрезать. Вот так вот. Вот так вот примерно. Видите? Вот здесь сделал. Теперь я вот так вот натяну. Вот так, видите, натяну. И здесь будет подстилка тёпленькая. Отлично, отлично получается. Отличную я задумала, да? Ну, сейчас я буду делать уже зад. Зад. Вот, смотрите, как у меня получилось. Да? Нормально. Вроде как крыша получилась. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Сейчас сюда подстилку подстилю. А для подстилки смотрите, что я нашла вчера в своём старом гардеробе. Вообще непонятно, что за кофта. Но я её когда-то покупала себе. Представляете, в каком магазине? В каком магазине? Промод. Этот магазин уже закрыли. Вот у нас в торговом центре, смотрите. Тут, конечно, водолазка нужна под низ. В общем, я её покупала в первую или во вторую зиму моей жизни в Италии. Вот. И одевала, по-моему, только два раза. И всё. И вот из года в год я её отлаживала. Думаю, одену, не одену, одену, не одену. И так и не одела, представляете? Сейчас я пуговицы отсюда уберу. Тут только две пуговицы. Вот. И вот у меня подстилка. Вот здесь вот. Она мягкая, тёплая. Очень тёплая этот связанный. Вот такая вот подстилка. Так что кошеки будут довольны. Так что сейчас уберу пуговицы и примусь со вторую корзинку. Ну-ка, пробуем. Ну как? Ну как, Ария, тебе понравилось? Смотрите, как она сливается с этим свитером. Чао. Муру-муру. Ой, как она любит нежность и ласки. Смотрите, как мурлычит, мурлычит. Теперь Джоя, радость нашу осваивает новый домик. Нравится? Закрытая. Она тут пыталась ещё играться с этим. С тряпками с этим. Играет, играет. Играет, играет. Мур-мур-мур-мур-мур. Мур-мур-мур-мур-мур-мур. Так, ну что, обе корзинки готовы. Вот это, что вы видели, я делала. А это я потом сделала. Ну, я-то думаю, может быть, это, видите, какая высокая. Может быть, потом ещё досюда сделать. Вот так вот закрыть, чтобы дырочка просто оставалась. М? Радость наша. Тебе понравилось, да? М? Ну всё. Пока я мастерица. Теперь им тёпленько тут будет. У нас ночь уже такие холодные прям. Мы уже под тёплым одеялом откурываемся. Почти в тёплый пижаму. Почти в тёплый пижаму.